Посмотрим, как изменялись цены на недвижимость в регионах России с 2000 по 2021 год. Взял карту Российской Федерации начала нулевых и разными цветами закрашиваю регионы в зависимости от средней стоимости квадратного метра на конец третьего квартала каждого года на вторичном рынке типового жилья. Выбирал, как представить регионы, чтобы каждый было хорошо видно. Как геодезисту мне интересен вариант, при котором хоть как-то сохраняется форма и граница регионов. Сейчас вы видите карту России не в масштабе, а регионы разделены по федеральным округам, какими они были в 2000-х годах. В центре можно увидеть среднюю цену одного квадратного метра на рынке жилья Российской Федерации. Типовое, вторичный рынок. Внизу легенда, где каждому диапазону цен соответствует свой цвет. Мы увидим, как будут изменяться цвета неравномерно по регионам, но в целом стремиться к ярко-зеленому. Также добавил на карту значки нефтяных вышек. Они показывают регионы России лидеры по добыче нефти в нулевые и десятые годы. Инфографика сделана на основе данных Росстат. В любом случае рекомендую смотреть на относительные изменения цен в регионах. На начало нулевых нет данных по республике Тыва, Ингушетии, Чеченской республике. Лично я вижу, что цены растут с опережением в нефтедобывающих регионах, тех, где реализуются крупные проекты, связанные с экспортом, в регионах с городами-миллионниками, близких к торговым путям, портам. Это естественно. Как будет дальше, время покажет. С 2011 по 2019 год цены колеблются в целом по стране. Рост начнется только в 2019. В заключении такое представление данных. На графике изменения цен типового жилья на вторичном рынке Москвы, Санкт-Петербурга и России в целом. Два года назад делал видео, где с помощью диаграмм также показал изменения цен в регионах. Ссылка будет в конечной заставке и в описании к видео. Расскажите в комментариях, какие еще выводы можно сделать из этой инфографики. Спасибо за поддержку и отзывы. Меня зовут Николай Помещенко. До свидания. Все, что вы видели, сделано в онлайн-сервисе Figma с помощью Prototype и SmartAnimate. Продолжение следует...